Привет, друзья, с вами Андрей, Давид Кьюк.ру, и у нас самый дорогой, самый обширный такой обзор и в истории нашего канала, и меня, и, как сказал Давид, его тоже, да? Ну, на столько денег я никогда обзоров не делал, вот сколько здесь на столе, больше, чем на 300 косарей вообще, офигеть. Да, и мы сегодня, не сегодня, у нас сегодня только не хватит на это все, мы решили сравнить актуальные флагманы 2017 года, сейчас уже получается октябрь 2017 года, когда мы снимаем этот обзор, мы взяли самых ярких представителей своих брендов, это топовый сегмент, топовые смартфоны по целому набору актеристик. Мы их поставим, одинаковые приложения на них, тесты синтетические, Antutu бетчмарк, Bansai бетчмарк, сравним. Я уверен, они все будут плюс-минус одинаковые, но все-таки цифрками. Конечно же, мы протестируем камеры, поставим одинаковые картинки на все телефоны, сделаем яркость на максимум, проверим, что автояркость отключена, и покажем вам свое мнение, выскажем по экранам. Конечно, тут многое будет субъективно, но мы для вас побольше подснимем именно телефонов, чтобы вы могли посмотреть и сами сделать выводы, потому что, опять же, дизайн по-разному в руке лежал. И, конечно, мы хотим вас спросить, мы знаем, как это делать, но все-таки вы напишите, что вам интересно, вот в сравнении, а мы эти комментарии почитаем, может быть, и если этого не планировали, может быть, и сделаем, почему нет. Какой из этих телефонов, хотя здесь много, и они здесь разные, все разные, какой из этих телефонов интереснее вам, какой, может быть, вы думаете купить, не купить, и какой между ними сравнить, потому что мы будем сравнивать, смотреть на каждой по отдельности, и как-то невольно, наверное, все-таки будем сравнивать их с друг другом, да, потому что это как бы логично. В общем, постараемся мы сравнить Samsung Galaxy S8, OnePlus 5, Meizu Pro 7+, LG G6, Xiaomi Mi 6, Nokia 8, HTC U11 и Sony XZ1. В данном случае, на самом деле, компакт, но они с XZ1 одинаковы примерно. И еще к обзору мы постараемся сравнить, достать Huawei P10, чтобы тоже, скажем так, дополнить сюда еще девятый телефон, докинуть в сравнение, хотя и так уже нам просто работы навалом. Сравнение будет интересное, мы по-настоящему подготовимся, минимум день всем этим будем заниматься. На мой взгляд, я вот могу сказать сразу, что и на твой взгляд тоже, и на многие, наверное, все-таки Galaxy S8 будет наиболее интересным. Притом можно любить Samsung, можно не любить, но он действительно классный. Вот для меня лично вопрос меня терзает, какой из них окажется худшим, если окажется, конечно. Мне вот пока из того, что я вижу, мне кажется, аутсайдером, скорее всего, будет Meizu Pro 7 за счет экрана. Но я могу очень здорово ошибаться, и вот в этом сравнение объективное, когда мы включим экраны и посмотрим, реально одни и те же картинки, например, зеленый фон, красный, полистаем, вам покажем, чтобы удостовериться. Потому что, ну, в любом случае, любой из них будет классный, не зря они стоят столько денег. Ну, посмотрим. Если вы на канал еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Мы такие сравнения планируем делать более-менее периодически, с выходом новых моделей. Ну и, как всегда, много интересного. А характеристики и цены на эти телефоны можно посмотреть по ссылке под этим видео. Обзор сейчас октябрь 2017 года. Будьте с нами, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. В общем, друзья, представляете, какая нам предстоит титаническая работа совершенно. Будет интересно, нам самим очень интересно сравнить все телефоны, посмотреть, кто лучше, кто хуже. Хотя, скажем так, явно хоутсайдеров здесь совсем уж не ждем. Все смартфоны очень мощные, очень классные и хорошо снимающие. Просто кто-то что-то делает лучше. Кто и что, разберемся. Поэтому ставьте нам лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить. С вами был Андрей, Давид, Алексей. Пока. Продолжение следует...